Ребят, всем привет! Во многих своих видео обзорах я упоминал про стальную шерсть. Сегодня решил сделать о ней отдельный видео обзор, поскольку материал замечательный и заслуживает отдельного разговора. Расскажу как применяю ее лично я, но если есть что добавить, пишите в комментариях. Если кто-то подумал, что из стали уже научились делать настоящую шерсть или вату, то спешу вас разочаровать. Материал называется так просто потому, что имеет некое внешнее сходство с настоящей шерстью и не более того. Материал абразивный, но принцип его действия несколько иной, нежели традиционные абразивные материалы. Вату получают из низкого углеродистой стали с торганием проволоки и острые грани стальных волокон активно соскребают верхний слой с обрабатываемой поверхности. Стальная шерсть делится на разные сорта от грубой до супертонкой. Самая грубая, которую я встречал, была тройка, это примерно 40 грит, ну а самая тонкая 3 нуля, около 320 грит. Соответственно и сферы применения у них разные, я использую не все, а лишь некоторые. В столярном производстве и в резьбе по дереву стальная шерсть используется, но тут на любителя. В принципе и можно отшлифовать плоскость, можно подготовить плоскость под тонировку и финишную отделку. Также можно сделать шлифовку между слоями лака, но есть ли смысл, это большой вопрос. Шерсть во многом проигрывает другим шлифовальным материалом в плане эффективности работы и ресурса использования. Зато без шерсти очень часто лично я не могу обойтись, когда нужно подлезть в труднодоступные места, ободрать старую краску или лак. Кстати есть еще один очень хороший нетканный шлифматериал под названием скотч брайт. По моему мнению стальная шерсть и скотч брайт это не конкурирующий, а взаимодополняющий материал. Вощение отдельная тема, если для вощения паркета я чаще всего использую спецоборудование, вот такой мини ротор и разные пады под него, то на столярных изделиях для вощения можно использовать стальную шерсть или вату. В отличие от обычной обработки воском при помощи щетки или ветоши, натирка воском при помощи стальной ваты дает эффект микробрашировки и воск более глубоко проникает в поверхность. Кстати она помогает не только при нанесении воска, но и при удалении старого воска с поверхности. Делаю я очень часто при помощи стальной шерсти чистку и полировку. Полировать можно все что угодно от дерева до металла, керамики и даже пластика. Удаляются различные поверхностные загрязнения, царапины. На линолеуме, особенно на гомогенном, стальная шерсть хорошо удаляет загрязнения, также и на резиновых покрытиях, на различных композитных материалах. В любом случае пробовать нужно в незаметном месте. На моем канале много видео обзоров на тему уксусно-кислового морения. Занимаюсь я этой темой уже много лет. Кому интересно ссылки разместил в описании к видео. Так вот данным способом можно применять и стальную шерсть. Хотя часто вместо нее я использую ржавые гвозди и даже чугунную пыль. Также я показывал несколько способов, как можно почистить металл от ржавчины. Вату для удаления ржавчины я использую редко, поскольку есть более эффективные способы. Хотя работает она также довольно неплохо, особенно если дополнительно слегка смочить ее маслом. Наверное многих удивлю, но стальная вата очень хорошо горит. Если заранее включить ее в аварийный набор, будет очень даже неплохо. А заодно и батарейку или любой аккумулятор. Воспламеняется она просто, а уже от нее можно легко разжечь солому, сено или бумагу. Способность стальной шерсти гореть активно используется в последнее время для создания различных огненных шоу, для запуска фейерверков. Если поройте сети, то найдете множество замечательных фото в стиле светографики. Все это замечательно и смотрится восхитительно, но не стоит забывать о пожарной безопасности и никогда не пытаться повторять это в домашних условиях. Использовать стальную шерсть можно даже в оздоровительных целях. Есть такой аппарат, который называется камерой Райха. Основная часть прибора это аргонный аккумулятор, воздействие которого на организм насыщает кровь аргоном. Причем здесь стальная шерсть, именно она используется для изготовления аргонного аккумулятора для камеры Райха. Вот такие удивительные свойства имеет стальная шерсть в первоотношении недостатков материала. Стальная шерсть крошится. В процессе работы от нее отслаиваются мельчайшие стальные частички, поэтому при длительной интенсивной работе необходимо одевать полезащитную маску. Кстати, видел ребят, которые вяжут из шерсти турунды и зажимают их в шуруповерт или в дрель. Без маски делать такие процедуры ни в коем случае нельзя, да и вообще я бы не стал так работать, поскольку даже маска в этом случае не защитит легкие на все 100%. Долговечность и ресурс у стальной шерсти минимальный, опять-таки по причине того, что она быстро крошится и теряет упругость, превращаясь в мочалку. Ну и наконец третий существенный недостаток. Это довольно высокая цена, особенно учитывая низкий ресурс. Однако даже при всех этих недостатках материал замечательный, без него сложно обойтись во многих ситуациях, но и эффективная работа зависит от правильного подбора материала под конкретную операцию. На этом прощаюсь, как всегда благодарю всех за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поделитесь им со своими друзьями и знакомыми через социальные сети. Всем пока, до новых видеообзоров. Субтитры сделал DimaTorzok